Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске делегация Республики Западная Армения посетила пантеон Ярабулур. Жители Кулатага-Арцаха твердо живут на родной земле. Идет реконструкция мартакерской школы номер один. В Джаватке продолжается программа «Помощь селу». Москва готова обсудить с Киевом нейтральный статус Украины. Первая в мире пещерная церковь находится в Киликии, в Западной Армении. Культура Западной Армении, выше Апакар. Делегация Республики Западная Армения в главе с президентом Армениаком Абрамянам посетила пантеон Ярабулур, чтобы почтить память Андронико Озаняна по случаю 157-летия со дня рождения армянского генерала. Среди гостей были соотечественники, депортированные из Шуши. В рамках визита в Ярабулур в память о дне рождения командующего был возложен венок к его могиле. Затем почтили память бойцов Асала. Президент Армениак Абрамян выступил с речью в память о генерале, который особо отметил важность роли Андроникова-армяна в национально-освободительной борьбе, а также неизгладимые патриотические следы, оставленные им в душе армянских борцов за свободу, которым они руководствовались во всех последующих битвах за выживание. Жители общины Колотаг Мартакерцкого района прочно живут на своей родной земле. Об этом сообщил мэр Колотага Сейран Аванэсян. По его словам, основным занятием жителей является сельское хозяйство, в селе проживает 345 жителей. После войны мы отремонтировали 12 домов и представили их переселенцам. В школе обучается 69 учеников. Есть дом культуры, медпункт, зал торжеств, сказал мэр. По его словам, поселок обеспечен электричеством и водоснабжением, но не газофицирован. В городе Мартакерц продолжается реконструкция средней школы номер один имени Владимира Балаяна. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства градостроительства Республики Арцах Марта Даниэлян. Реконструкция правой стороны здания, установку окон и усиление стен уже завершены. На данном этапе меняют крышу здания, сказала Даниэлян. По ее словам, строительные работы ведутся за счет государственного бюджета, а подрядчикам выступает комфорт. Процесс контролируется Министерством градостроительства Республики Арцах. В этом году в Джавахке государство продолжает программу «Помощь селу». Ахалкалакскому муниципалитету выделено 922 тысячи лари. Муниципалитет уже создал комиссию, состоящую из сотрудников Сакребула. В рамках этой программы в селах будет реализовано множество различных проектов. В прошлом году приоритетными работами были строительство мини-стадионов, детских площадок, освещение, мощение сельских дорог. Москва готова вести переговоры с руководством Украины по поводу нейтрального статуса страны и отказа от размещения оружия на ее территории, заявил журналистом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Президент сформулировал свое видение того, чего мы ждем от Украины в решении концептуальных проблем красной линии. Это нейтральный статус, это отказ от размещения оружия. Есть еще вопрос, готовы ли к этому украинское руководство, сказал секретарь. Церковь Святого Петра в Хаттае в Западной Армении, известная как первая пещерная церковь в мире, была восстановлена после того, как была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь, занимающая площадь около 10 тысяч квадратных метров, сохраняет свою привлекательность для туристов. Верующие в Иисуса тайно собирались здесь, а затем в пещере была построена церковь Святого Петра, которая после 1963 года была объявлена местом христианского паломничества после Ватикана. Ежегодно 29 июня церковь принимает всех желающих совершить паломничество. Дорогие соотечественники, вы также можете посетить это святилище, которое находится в одном из сказочных мест Западной Армении – Киликии. В Армянском Нагоре обнаружены многочисленные древние каменные памятники, посвященные поклонению драконам. Они известны как драконы, которые сделаны из цельного камня. Считается, что эти камни были идолами божеств, покровительствующих земледелию и ирригацией, и олицетворяли поклонение в воде. Драконы обычно изображают мифическими образами или сочетанием элементов различных животных. Предполагается, что в образе дракона переплетаются небо и земля в верхние и нижние противоположные миры. Раньше драконы поклонялись как духу, дающему воду дожди богатства. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok